Добрый вечер дорогие друзья, с вами Антоха Игроед. Тема сегодняшнего видео в разделе Мир Терминатора будет посвящена тому, как сугубо на мой взгляд должна была бы произойти война с машинами под управлением суперкомпьютерной SkyNet в реальности, и тому, кто бы действительно победил в этом противостоянии. Спойлер, я больше чем уверен, что человечество будет обречено на поражение. Произойди подобные события на самом деле, и сейчас я приведу подробные доводы в поддержку своей точки зрения. И сразу хочу сказать о том, что на момент создания этого ролика он получился очень длинным, и уже по факту записи всего текста я понял, что ролик выходит за все временные рамки. Поэтому я принял волевое решение разделить его на две части. В этом ролике будет первая часть, ну а в следующем, разумеется, продолжение. Начинаем! Хей! Увлекаешься постапокалипсисом? Не можешь прожить ни дня без пересмотра Безумного Макса? А все части Фоллаута пройдены вдоль и поперек? Жаждешь новой информации о любимом сеттинге, как глоток радиоактивной воды? Тогда группа Post-Apocalyptic News специально для тебя. Каждый день свежие новости о разработке видеоигр, их анонсах в самом любимом тобой жанре. Апокалиптика, постапокалиптика, стимпанк, дизельпанк, киберпанк, сай-фай, а также куча классных артов и душевное общение. Вступай в группу Post-Apocalyptic News. Ссылка будет в описании. Прежде чем мы начнем наш разговор, давайте определим для себя несколько моментов, которые очевидны в реальном мире, но практически не были учнены при создании фильмов серии Терминатор. Потому что отец-основатель серии Джеймс Кэмерон не ставил перед собой целью достоверного отображения реальных событий. Он лишь фантазировал на тему возможного мрачного будущего и фатального страха перед искусственным интеллектом и неумолимостью машин. Я, к слову, очень надеюсь на то, что, как сам Кэмерон говорит в своих интервью, в шестой части франшизы, а по факту в третьей продолжающей событии оригинальных Терминаторов, будет меньше однозначности и больше тонкостей. При словутых «но», которые поясняют мотивацию поступков машин, покажут их более сложными и вариативными, нежели культовые картины 80-х и 90-х годов. Ну да ладно, это все ожидания, переходим к теме ролика. Итак, первое, что мы должны понимать, что при столь массовом применении ядерного оружия, которое подразумевается в фильмах Терминатор и Терминатор 2 Судный день, ну и также феерической анимации из восстания машин, как неизбежное последствие, должна была наступить ядерная зима. Не вдаваясь в подробности, поясню кратко, что это такое. Ядерные удары поднимут в атмосферу огромные облака пепла и гари, которые полностью закроют собой солнечный свет на долгие недели, месяцы, а возможно даже годы. Температура на планете начнет стремительно падать. Первыми погибнут растения, так как им необходим солнечный свет. Вторыми травоядные животные, третьими хищные животные, ну и следом, как легко предположить, люди. В целом, остатки человечества еще немного посопротивляются, питаясь запасами, оставшимися от былого мира, и налаживая грибные фермы в своих подвалах. Но ведь этим будут заниматься только единицы. Так что финал человечества, к сожалению, неизбежен. Не забываем про радиоактивные облака, лучевую болезнь и глобальное похолодание. Для тех, кто сомневается в моих словах, скажу, что в истории планеты Земля уже был случай, когда наступал эффект ядерной зимы, как минимум один раз. И было это после падения метеорита, после которого вымерли динозавры. Не верите? Ну и зря, это научно доказанный факт. Так что подобные сцены, как мы видим в классических картинах Кэмерона, попросту невозможны, если ядерное оружие применялось массово. Если же это были единичные случаи, тогда да, вполне. Только не забывайте о том, что все эти люди сейчас хватают огромной дозы остаточной радиации, сражаясь в руинах, уничтоженных ядерными ударами городов. И вряд ли долго протянут. Второе, что также не стоит упускать из внимания после нанесения ядерных ударов, Скайнет вряд ли бы стал строить огромные армии роботов-терминаторов для уничтожения уцелевших людей. Ему куда проще было бы проанализировать своего врага, ну, то бишь человечества, и сразу же увидеть выязвимые места. Ни один человек не сможет жить без воды и воздуха. Даже без еды или в условиях жутко урезанного рациона человек может оказывать эффективное сопротивление спустя и пару месяцев. Но без первых двух пунктов – нет. Поэтому Скайнет, скорее всего, поставил бы своей целью отравить воздух и воду в местах наибольшего скопления уцелевших. Ведь ему, компьютеру и его машинам и производственным линиям вода и воздух нужны лишь в промышленных целях. И для этого не важно, чистые они или отравленные. Конечно, Скайнет бы все равно вынужден был построить некоторое количество боевых машин для непосредственной доставки отравляющих элементов в нужные места и защиты своих основных линий. Но вряд ли бы это имело массовый характер. К слову, в реалиях современного мира многие задаются вопросом, а почему Скайнет не смог добраться до запасов химического и бактериологического оружия? Ведь это бы как раз пригодилось ему, исходя из всего вышесказанного. И тут на многих фанатских ресурсах мы находим два вида объяснений, с которыми лично я согласен, хоть и понимая, что звучит притянуто за уши. Но так как других объяснений нет, а в фильмах тоже нет ни слова объясняющих этот феномен, будем расценивать их как околоканоничные и считать вполне пригодными. Первое, это то, что создатель Терминатора опять-таки не ставил своей целью детальный разбор возможной войны с машинами. Ему куда важнее было передать атмосферу страха перед неизбежностью, неумолимым фатумом, если обращаться к греческой мифологии. И олицетворением этого неумолимого фатума должен был выступать Скайнет. К тому же, первый Терминатор вышел в то время, когда страхи Холодной войны, двух сверхдержав, были еще очень сильны в сердцах людей и по всему миру. И никто в принципе не мог и думать ни о чем другом. Второе же объяснение это то, что после нанесения ядерных ударов Скайнет сам понял, что уничтожил большую часть запасов этого опасного вида оружия, так как использовал большинство ракет с координатами тех целей, которые уже были за ними закреплены. И ничего удивительного, что большинство из них были наведены на объекты военной промышленности потенциального противника, производственных баз и в том числе секретных лабораторий и тому подобного. А на уцелевших же объектах сработали автоматические системы очистки и глубокой консервации содержимого, чтобы не допустить возможных утечек или попадания в руки потенциальному противнику. Ну, сказал же, что звучит притянуто, но другого объяснения все равно нет. Поэтому будем довольствоваться этим. Ну и третья вещь, которую мы должны также принять во внимание, что весь модельный ряд Скайнет в реалиях, вряд ли был бы именно таким. Посмотрите на современные образцы робототехники, существующие на данный момент. Как правило, это что-то компактное и максимально проходимое. Пожалуй, из всего, что более-менее логично развивается в боевые машины, представленные во всех частях франшизы, это терминаторы Т1 из Восстания машин и их укрепленные модификации из Терминатор Сальвейшн. Также стоит приглядеться к роботам Boston Dynamics, так как это один из наиболее реальных роботов на сегодняшний день, которые, к тому же, разрабатываются специально для армии США. Пока что как средство транспортировки раненых и амуниции для солдат, но кто мешает смонтировать на их основе спаренный пулемет или огнемет? А что касается огромных танков Кентавров или Харвестера, или же просто летающих охотников-убийц размером в заправский боевой вертолет, это, опять же, маловероятно. Потому что чем большего размера Скайнетт создаст условный танк, тем проще будет в него попасть даже слабовидящему, физически ослабленному и голодному бойцу сопротивления. И чем больше машина, тем с большего расстояния он сможет это сделать. Подобные огромные танки будут хороши только в условиях полнейшей технологической деградации противника. Допустим, у Скайнетт танки Кентавр, у людей рогатки и заточенные палки. Но если у сопротивления найдутся в нужном количестве гранатометы, мины и уж тем более плазменное оружие, это просто огромная движущаяся мишень, пусть и увешанная пушками. Не верите? Ну посмотрите на историю войн в нашей истории. Чем больше была боевая машина, тем легче она уничтожалась. Даже на примере танков. Огромные многобашенные чудовища постепенно выродились в быстрые маневренные машины с максимально низким силуэтом, хорошей пушкой и скоростью. Скорее всего, Скайнетт старался бы делать максимально маленьких роботов. К слову, идея беспилотного дрона из Сальвейшена на этом фоне не так уж и плоха. Поставьте на него ствол и магазин на пару десятков патронов от той же штурмовой винтовки М4 и вы получите уже более универсального робота-убийцу, чем тот же мототерминатор. Ну а про небольших роботов, скажем, змей или москитов с дозой сильного яда, я вообще молчу, так как подобное вообще не вписывается в лор терминатора, но было бы еще более логично. А вот производство антропоморфных роботов-инфильтраторов, ну как легендарный Т-800, как раз логично и обосновано на все 100%. Только опять-таки вряд ли бы они имели массовое применение, как мы видим в фильмах. Я думаю, что их задачей было бы максимальное внедрение в ряды сопротивления, но не с целью уничтожить бункер выживших, как в первой части, а с целью максимально близко подобраться к командному составу и устранить именно его, как приоритетную цель, и только потом, успешно выполнив эту задачу, заняться зачисткой всех остальных. Это важно, потому что люди, лишенные централизованного управления в боевых условиях, вряд ли смогут быстро организоваться для эффективных действий, а скорее всего не смогут организоваться вообще. Начнется паника, полнейший хаос и цель терминатора будет выполнена. Но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, вот три важные, на мой взгляд, вещи, которые полностью или почти полностью игнорируются событиями всех частей кинофраншизы. Потому что это все-таки кино, и его задача зрелищно рассказать некую историю, натолкнуть нас на необходимые мысли, а в случае с первыми двумя частями, которые по праву считаются культовыми, еще и сделать нас лучше, как людей, привив нам добрые, гуманистические идеи о ценности и хрупкости человеческой жизни, и о том, что если даже машина смогла понять это, то, может быть, и мы когда-нибудь научимся. Однажды мы с ребятами сидели, и я сказал, «А помните фильм «Терминатор»? Восстание машин?» Да, тот самый момент, где здоровый терминатор Т-1 вламывается на базу людей и уничтожает всех огнем двух миниганов. Да, сказали мои друзья. А давайте построим такого же терминатора, чтоб когда-нибудь его смог взять под контроль сошедший с ума суперкомпьютер. И знаешь что? Эта идея понравилась всем без исключения, и мы приступили к работе. Мы оснастили его пулеметом Браунинга 50-го калибра. Была идея поставить два минигана, но мы решили, что так машина будет слишком быстро уничтожать людей. И в этом нет никакого удовольствия. А 50-ка работает по принципу «попал в ладонь, оторвало по плечо». Жуткие раны. Посмотрите четвертого Рэмбо и все поймете. И мы решили, что для будущего Скайнетта это оптимальный вариант. Да, я прям представляю, как в меня целится эта штука, и я сразу же сдаюсь, готовый идти на рудники или в трудовые лагеря. Да, отлично будет работать. У нас есть вот такой вот пульт управления от этой штуки, но это даже... даже не знаю зачем. Так, для иллюзии полной безопасности. Будто мы можем его контролировать или отключить. Но на самом деле это не так. Когда Скайнет придет к власти, это будет полностью бесполезный девайс. А вот это по-настоящему стоящая вещь. Поводок. Очень удобно. Сначала ты тащишь робота за собой, а когда машины восстанут, ему будет удобнее тащить тебя в трудовой лагерь. Ну, в общем, вот такой получился робот, и к нам уже поступил заказ от Министерства обороны на пробную партию в 100 тысяч штук. Надеюсь, они там тоже работают, и в скором времени мы получим недостающее программное обеспечение. Ну, то есть Скайнет. Просто жаль будет, если столько работы пропадет впустую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok